Уважаемые товарищи, сегодня мы собрались в более широком формате для того, чтобы обсудить предложения и замечания наших граждан по проекту изменений в действующую Конституцию. Здесь присутствуют члены Конституционной комиссии, члены рабочей группы, добавились специалисты, которые накануне внесения для всенародного обсуждения проекта Конституции дошлифовывали ее, балансировали, делали так, чтобы не было ошибок. О необходимости такой встречи мы с вами договаривались в конце прошлого года. Напомню, в стране более трех недель идет всенародное обсуждение изменений в действующей Конституции. Мною было принято решение о широком освещении предлагаемых новаций, чтобы получить обратную связь, оценку этого проекта от специалистов, руководителей предприятия, обычных, простых людей, в том числе и госслужащих, в целом трудовых коллективов и организаций. Как мне докладывают и то, что я вижу, предложенные поправки вызвали живой интерес. Сам процесс изменения в Конституцию и предстоящий референдум вызывает интерес у наших людей. Это естественно. В диалоге участвуют все группы и слои населения. Ведется широкая информационно-разъяснительная работа государственными средствами массовой информации. Вякают и наши оппоненты. Я не ошибаюсь, именно вякают, потому что у меня анализ полностью всех их заявлений. Они плетутся у хвосте и подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать. Но то, что у них там творится, не поддается критике. Сейчас они уже отошли от своего главного лозунга, помните, пирамены, пирамены. И как только начали мы работать в этом направлении, это естественный процесс, перемен. А начинать надо, как все цивилизованные люди и грамотные. И основа этих перемен должна быть в Конституции. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерно. Учиться надо и извлекать опыт из ошибок, да и положительных тенденций у друзей, соседей и врагов. Это не я придумал. Поэтому мы, используя эти принципы, шли, развивались, готовили эти изменения. А их задача была – все плохо, все плохо. Ну, возьмите, допустим, я недавно говорил о миротворцах. Ну, вы же знаете, какая главная мечта у них была в связи с нашим миротворческим контингентом. Чтобы хоть один гроб бы цинковый оттуда привезли. Ну, это что? Это оппозиция? Это враги. Хотя бы скрывали как-то свои цели. Многие из вас, я вам за это благодарен, посетили наши трудовые коллективы, организации, побывали в регионах. Насколько это возможно, привели там мероприятия, переговорили с людьми, ответили на вопросы, которые их волнуют в связи с изменениями в Конституцию. Рассказали вообще о конституционном процессе, что он собой представляет. Собственно, и сам проект изменений Конституции является результатом многочисленных дискуссий, встреч, обсуждений на тех же диалоговых площадках. По крайней мере, никто меня не может упрекнуть, что у нас тут была абсолютная диктатура, и мы не давали возможности людям высказаться. Высказались все, кто хотел бы это сделать. Но моя концепция заключалась в том, чтобы в центре всех действий по изменению Конституции был Конституционный суд. Почему? Потому что более сильных специалистов, нежели в Конституционном суде, это члены Конституционного суда, судьи Конституционного суда. И те специалисты, которые там вокруг них работают, вертятся и в жизни и прочее, в стране больше нет. Я не в обиду кому-то это говорю. И дополнительно к этому были подключены наши специалисты, ну, допустим, парламентарии наши, председатели комиссии. Это тоже наши специалисты, самые-самые работники в исполнительных органах власти, администрации президента. Крупнее специалистов? Нет. Вот они все наверху, которые обладают опытом, знаниями и так далее. Более того, была создана рабочая группа, куда были включены аксакалы, которые знали жизнь, которые прошли эту жизнь, которые могут анализировать и что-то говорить. Ну и Конституционная комиссия, она разноплановая. Здесь люди всякие. От молодежи до седины люди. В чем можно нас упрекнуть? Я имею в виду вот наверху, которые вырабатывали эти изменения. Ни в чем. Ну, а потом мы пошли и на суд народа, чтобы это уже абсолютно было демократично. Мы предложили народу сделать свои выводы, покритиковать, высказаться. Получили более 7 тысяч предложений и замечаний. От совершенно смешных до серьезных замечаний. И уже вот эта кухня специалистов все это переварила. И кое-где сегодня мы это услышим. Пришлось нам внести дополнение в тот проект, который мы предлагали. И это еще не все. Окончательный проект будет внесен президентом на референдум. Вот такой процесс ответственный, серьезный. И правильно здесь наши политологи заявляют, ни в одном государстве мира такого процесса не было. И вряд ли будет. Ни в одном. Даже в нашей братской России. Мы, используя уже опыт России, сделали это широ, всенародно. Все, вот, пожалуйста, создавайте для себя Конституцию. Что дальше? Дальше два варианта. Или народ принимает изменения к этой Конституции, и у нас появляется обновленная Конституция. Или он отклоняет эти предложения, и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо. Потому что все сошлось на то, что это потребно только Лукашенко. Если уж откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов. Есть чем заниматься. Извините за нескромность. Порой настолько их много, что даже посидеть там где-то дома, переболеть и так далее, нет возможности. Не могут вернуться мои сыновья, мои ребята. Больше двухсот человек. Я их не могу не встретить в аэропорту. И поручить никому это не могу. Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Осталось основное. Осталось основное принять Конституцию, изменить законы и законодательства, привести в соответствии с Конституцией. Но это мы сделаем. Это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали. С нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром и доморощенных, в том числе, они все здесь, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию Конституционный процесс. Вот когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите. Мы будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам. Но люди должны понимать, что ни в Конституции, ни в законах все не пропишешь. Конечно, Конституция, законы, образ жизни, опыт многих поколений, они формируют менталитет, характер народа. И это главное. Ведь мы с вами, ну, скажем, обычные люди, 90% живут же не потому, что они изучили Конституцию и знают законы. Они четко понимают, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. И это формируется десятилетиями и веками. И это главное для любого государства, для любой страны, для любого народа. Конечно, каждый год, десятилетия привносит что-то новое. Новые штрихи. Мелкие, средние, крупные. И вот так потихоньку формируется тот образ жизни, который присутствует тому иному народу. И это, говорю, для того, чтобы все понимали. Много примеров, которые не относятся к Конституции, а не относятся к законам. В подзаконных актах это все должно быть урегулировано. И так как меняется жизнь, будут меняться и законопроекты. Но желательно, чтобы Конституция носила более стабильный характер. Поэтому не надо пичкать в нее детали. Детали это для законов и даже не для них, а подзаконных актах. Пожалуйста, Игорь Петрович. Уважаемый товарищ президент, по вашему поручению на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции. Диалог с общественностью идет очень активно. Люди проявляют высокий интерес к конституционному реформированию. Уже поступило свыше 7 тысяч откликов. Из них большинство содержит конкретные предложения разного уровня. Мы получаем сообщения от граждан, трудовых коллективов, организаций, общественных объединений. Вошедшие в текст проекта на работе Конституционной комиссии рабочей группы в целом поддерживаются и принимаются населением. Ряд замечаний носит бытовой характер. Некоторые инициативы обусловлены поверхностным ознакомлением с текстом изменений или недостаточными юридическими изменениями. По отдельным позициям имеют место отзывы критического характера, которые не могут быть учтены. Например, предлагалось исключить положение ВНС, выстроить в стране парламентскую республику, считать государственным язык только белорусский, 30-часовую рабочую неделю и так далее. Однако получен большой массив обстоятельных предложений, которые мы детально изучили. По итогам проведенного анализа проведена доработка текста, проведено совещание с членами рабочей группы и частью Конституционной комиссии. В проекте учтено следующее. Люди предлагали более подробно прописать в Конституции вопросы, касающиеся государственных символов. Поэтому в статье 19 установлено, что описание и порядок использования госсимволов определяются законом. Кроме этого, в статье 52 введена обязанность граждан уважать государственные символы. На диалоговых площадках самые бурные дискуссии разгорелись по норме об обязанности граждан заботиться о своем здоровье. Дестаточно справедливая норма, но вызвала такой резонанс. Общественность опасается отмены бесплатного лечения и перехода на оказание медицинской помощи исключительно на платной основе. В этой связи предлагающаяся к закреплению норма исключена из проекта. Расширен перечень лиц, присутствующих при принесении присяги президента. В него дополнительно включены члены президиума Всебелорусского народного собрания. Исходя из сложившейся практики, конкретизированы полномочия президента. Предусмотрено право лишать государственных наград, классных чинов и званий. Закреплено право назначать и освобождать от должности послов. В действующей редакции говорится о назначении и отзыве всех дипломатических представителей. Что касается Всебелорусского народного собрания. К полномочиям ВНС отнесено установление государственных праздников и праздничных дней. В положениях оформления ВНС дополнительно уточнено, что менее половины собрания, это 600 человек, должны составлять представители местных советов депутатов и гражданского общества. Это повышает прозрачность образования данного органа. Во взаимодействии с Верховным и Конституционным судами урегулирован порядок назначения заместителей председателя этих органов. Указаны должностные лица, так же как председатели соответствующих судов и другие суди будут избираться ВНС. По предложению Конституционного суда специально регламентирован ряд процессуальных вопросов. О приостановлении сроков подписания внесенных президенту закон в случае направления их на проверку конституционности. О сроке дачи Конституционным судом заключения по вопросу нарушения президентом либо парламентом Конституции две недели со дня поступления соответствующего запроса. Предусмотрено вступление в силу изменений Конституции не сразу, а через 10 дней после их опубликования. Такой подход позволит в дальнейшем избежать споров по моменту вступления в силу корректировок, которые затрагивают права и свободы граждан. В общей сложности с учетом поступивших предложений откорректировано более 30 статей. Всего к настоящему моменту по сравнению с действующей Конституцией правится уже 83 статьи, две исключаются, появляется 11 новых. Кроме того, ряд рациональных предложений, поступивших от участников обсуждения, в дальнейшем может найти отражение и развитие в законных и подзаконных актах. Продолжение следует...